значит все итак дорогие друзья все у нас идет новые технологии facebook youtube и одновременно telegram идет у нас урок значит подпишитесь пожалуйста на все остальные сети тоже нам это очень важно и делитесь со своими друзьями знакомыми что есть замечательные уроки торы которые помогают узнать что бог хочет от вообще от вас лично и от человечества в глобально и когда вы будете знать что бог от вас хочет вы сможете естественно делать то что бог хочет можете не делать правда но это это как знаете как плевать против ветра вот я это мне напоминают идти против бога это самое бессмысленное занятие которое только может быть в жизни то есть это надо иметь очень большую глупость чтобы идти против бога и так значит глава была лодка а если вы идете и делаете то что бог от вас хочет то что тогда все отлично тогда выполняющий волю бога как свою как свое желание бог выполняет его воля как волю как свою то есть у вас богом резонанс вы с богом идете вместе у вас просто прекрасно на душе все получается благополучие здоровья счастья ну вообще и вечно жизнь в итоге вечность это же вообще прекрасно сегодняшний отрывок главе болотка это книга бомит бар в пустыне значит сегодня очень интересный очень интересный момент значит просто такой знаете и бывают вот моменты такие которые которые сейчас секундочку бывают такие моменты вторе вот которая так если ты понял и разобрался как как этот аспект реальности работает то тогда этот аспект он влияет ну невероятно позитивно на все сферы твоей жизни вот сегодня как раз такой аспект мы разберемся значит сказал бог маше и сказал бог маше в пустыне синаи на второй год когда вышли они земли египта в месяц первый это был первый месяц значит первый месяц какой у нас месяц года первый месяц года называется ниссан ниссан это весенний месяц соответствует примерно апрелю апрель знак зодиака овен и кого приносили в жертву когда выходили из египта овена овен а тем был овен для египтян он был для них один из их идолов одно из идолопоклонцы египетских было конечно они служили как раз в этом месяце они служили вот этому барану и значит сказал бог что как вы выходили из египта вы приносили эту жертву песах значит вы должны каждый год и будут делать цены израиля песах в это время бы муадо во время его 14 числа этого месяца в сумерках когда между заходом солнца и выходом звезд сделают его в его время по всем его законам по всем правилам сделают его значит здесь очень важно понимать что всевышнему нужно служить не так как он как придется давайте будем служить всевышнему будем по утрам все вместе пить кофе это вкусно интересно но это не служить всевышнему то есть можно придумывать разные разные варианты но всевышний точно рассказал что значит какими какими процедурами алгоритмами ритуалами можно вступать с ним в контакт и хочется в это верить не хочется это выбор человека но если ты подходишь к например какому-то электронному замку и ставишь он открывает по отпечатку пальца то он именно по этому отпечатку открывает нет другого отпечатка и дальше дальше значит делайте это определенным образом в определенное время и сказал муж и сынам израиля делать песок то есть каждый год нужно делать этот песок теперь чтобы было понятно сама вот это вот слово жертвоприношения на иврите она называется курбан курбан это то что тебя приближает и соединяет например женщина говорит мужчине я для тебя пожертвовала с лучшими годами или мужчина говорит женщине то же самое я пожертвовал для тебя что имеется ввиду я вложился в тебя я отдал тебе я через это хочу с тобой соединиться а ты не ценишь я с тобой соединился а ты нет если это говорится в претензию так вот курбан жертвоприношения это специальная была самая мощная процедура соединяющая с со всевышним песок само слово это переводится прыжок такой до перескок и именно в это время когда всевышний творец мироздания приходит в в это время вот именно в это время это окно такое временное до всевышний проявляется в это время как творец мироздания в этом мире если ты в это время делаешь Песах, да, то ты можешь впрыгнуть в эту вот реальность, ты можешь как бы выйти из своего Египта, из своего рабства, из своих ограничений, из своих каких-то Чеджи это такая, знаете, как виртуальная такая машина, которая очень запрограммированная и очень машина. Все идет по каким-то таким алгоритмам, на иврите слово, мангенон. Есть стереотипы мышления, стереотипы, то есть все очень стереотипно. И Песах это время, когда ты можешь вырваться из этих стереотипов и уйти в соединение со Всевышним. Теперь, значит, говорит Бог через Муше, что это надо делать. Говорит Муше народу Израиля, что это надо делать. И будете делать этот Песах, продолжает Тора, 14 числа, значит, в это время все. Все как по алгоритму. Значит, и были люди, которые в это время не могли это принести. Они были Тмеим, Ленеф и Шадам. Человек, который соприкасается с мертвым телом, он становится Таме. То есть его, он покрывается какой-то особой духовной нечистотой. Мы не понимаем, что за духовная нечистота. Также мы не понимаем, как, например, я лично не понимаю, как глуши, есть глушилки, которые глушат сигнал мобильных телефонов. Я не понимаю, как может, вообще, как, как идет сигнал мобильного телефона в воздухе. Я не понимаю до сих пор, да. Вот как они летают, эти сигналы. Сидит тысяча человек в зале, и все разговаривают по телефону. У каждого свой номер, и у каждого разговаривает с собеседниками в разных частях мира. Как это все летает, и ничего не видно. Ты сидишь, смотришь, думаешь, ну где эта тысяча разговоров в воздухе? Не видно, не слышно, вообще никак. Да? Теперь, значит, точно так же, точно так же есть такое понятие, как духовная нечистота. Как глушилка, которая вдруг кто-то берет какую-то коробочку, включает в розетку, нажал кнопочку, оп, и у всех телефоны не работают. Все такие, как это так? Что за коробочка? Точно так же духовная нечистота. Когда человек затум... Это называется туман на иврите. Он не может... У него нет контакта со Всевышним. Приходят люди к Маше Робейну и говорят, извините, пожалуйста, значит, мы... У нас такая неувязка получилась. Мы не можем сейчас принести жертву. Мы затумлены. У нас... Мы соприкоснулись с мертвым. Так что мы не можем теперь принести этот курбан к Богу. Это приношение мы не можем принести. Не можем с ним соединиться, если только в это время. Что делать? И сказал им Маше, постойте тут, и я сейчас узнаю, что приказал Бог. У Маше Робейну был доступ ко Всевышнему, к Творцу Мироздания, которым все это сотворил систему. именно есть Творец, который создал и есть система, это тот всесильный его называют, да? Элуким на иврите, значит, Аллах на мусульмане его называют. Это все Мироздание. То есть, но есть его аспект Творец, который был до того, как было Мироздание, и этот Творец создал Мироздание, который тоже он же, он единственный, который есть в этом Мироздании, и его проекция на каком-то нижнем уровне это человек, который имеет доступ ко Всевышнему через свою душу, как бы вот этот вот свет. Теперь и человек является также, вот если мы возьмем человека, это таблица Менделеева, это вода, земля, смешанные вместе, которые вертикально могут находиться и, значит, оживляется все это вот этой душой, божественной душой. Теперь, значит, приходят они к Маше, а пророк это тот, который, у него есть доступ, его интеллекта, его вот этого воспринимающего механизма компьютера, через душу он может зайти в духовный мир, и ему для этого надо отключить систему восприятия обычную, и тогда у него открывается система восприятия в духовном мире, у него есть доступ туда. А Маше Робейну, он мог это делать, обычно пророки, они это, очень тяжело было стать пророком, когда была вообще эта возможность потенциальная, но были люди, которые учились этому, они достигали Святой Дух, пророчество и так далее. Теперь, значит, когда пророки туда заходили, у них это было периодически, и у них все равно их интеллект замутнял чуть-чуть восприятие. У Маше Робейну, у него чистое было восприятие, он мог зайти прямо в духовный мир и прямо туда выше, 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 ко Всевышнему. И он говорит этим людям, которые задали вопрос, они говорят, мы хотим соединиться со Всевышним, мы хотим принести эту жертву Песах, но мы не можем, мы затумлены, мы соприкоснулись с мертвым. Он говорит, этот вопрос я не знаю, постойте здесь, сейчас я узнаю. и прямо написано в Торе тогда и сказали люди, что мы сейчас и сказал им Маше, постойте здесь, я послушаю, что прикажет Бог вам. И говорил Бог Маше, говоря, Маше к нему обратился, Бог ему отвечает, скажите нам Израиля, говоря, человек, человек, если он будет Тамеля Нефеш, если у него будет духовной нечистотой задымлена как бы душа, да, закрыта, то есть вот эта духовная чистота, она создает как такое, как, как сказать, препятствие она создает для, для духовности. И если будет Тамеля Нефеш, душа его будет загрязнена, или он будет в далеком, в далеком пути, или на поколение он уже уйдет, да, это, это здесь код, ответ был не просто на конкретных этих людей, ответ был для нас с вами, потому что мы иногда на поколение отошли уже от духовности, от Всевышнего, от связи с душой, такие три поколения материалистов, мы обезьяны, мы обезьяны, мы обезьяны, потом на четвертое поколение, нет, я не обезьяна, я божественная душа, то есть, даже если на поколение уйдет человек от Всевышнего, вот тут прям так написано, скажи с нам, Израиля говоря, человек, человек, если будет он загрязненный душой, или он будет в далеком пути, он будет один, вокруг никого нет, или он будет на поколение, и сделайте Песах для Бога, сделайте вы Песах, то есть, вот эта вот сама фраза, Песах это прыжок, Бог, Бог это творец мироздания, вы можете вырваться из любых, любых грязи, из любой ямы, из любой депрессии, из любого, любого далекого, когда ты чувствуешь, что ты никому не нужен, ты отошел от Бога, значит, но ты можешь, сказал Бог, сделать этот Песах, этот прыжок к Богу, и что? Тогда в следующий месяц, в этот же день, значит, в уходе Шашини, есть первый месяц Ниссан, когда Песах, а есть месяц Ияр, 14 Ияра, в это же время открывается второе окно возможностей, и вы можете принести этот Песах через 30 дней в этот же самый день, говорит Бог. Значит, ло, Яширу, Мимену, Адботер, не оставляйте от этой жертвы до утра, нужно его полностью все съесть, и человек, который чистый, и он недалеко ушел, и он отказывается совершить Песах, искоренится его душа из его народа, потому что Курбан, вот это вот жертву, приближение к Богу, он не сделал в то время, когда надо, и это его большой грех. То есть, там же, где есть большая, большая, большой плюс, там же есть всегда большой, большой минус. Все в этом мире очень равноценно, равнозначно, очень все уравновешено, и на то, что ты можешь выпрыгнуть ко Всевышнему в это время, то есть, в это время Всевышний создает такое окно специальное, да, это Песах, это месяц Ниссан, 14-го Ниссана, в это время, если ты делаешь все как надо, у нас недавно был праздник Песах, Маца, значит, 4 стакана вина, 4 стадии освобождения, Маца, пасхальная агада, бах, есть контакт, вырвался, на свободу от чего, из рабства, человек же, любой человек это раб, просто конкретный раб, если вы не верите, насколько мы рабы, почитайте книгу Роберт Чалдини «Психология влияния», насколько нами манипулирует общество, насколько манипулируют СМИ, насколько манипулируют все люди, которые изучали книгу «Психология влияния» Роберта Чалдини, он прям показывает, да, доказывает, что человек это робот, его постоянно дергают на кнопочки, мы все в рабстве, у своего прошлого, у старых каких-то травм, да, человека, дык, травма активировалась, он вообще не, его голова уже им не управляет, инстинкты там и так далее, то есть человек в рабстве у многих-многих факторов, теперь, выйти из рабства на свободу, это осознать, что я это душа, и мое я, самоопределение, оно выше, чем вот это вот обезьяна, или машина, или тело, или даже мысли, да, потому что, когда человек говорит, я, например, там, я коммунист, или я социалист, или я анархист, или я там кто, то он, когда он говорит, я, и называет систему убеждения, которую вообще не он придумал, которая вообще, он ее где-то прочитал, услышал, и он говорит, я, вот этот вот, там, гностик, агностик, там, и кто-то еще, да, ну, самое простое, это коммунист-марксист, да, кто такой коммунист-марксист, это тот, кто принял идеи Маркса, так ты у кого сейчас в рабстве, у Маркса, когда ты говоришь, я анархист, то ты в рабстве у того, кто придумал идеи анархизма, потому что ты, ты же, где ты, а где анархизм вообще, да, то есть человек все время находится в рабстве у какой-то системы верования, у системы мышления, у привычек, и так далее, теперь что получается, выйти на свободу, это выйти к творцу мироздания, который бесконечный, который все создал, а как это сделать, когда ты с ним соединяешься, а как с ним соединиться, через Тору, поэтому Торой называется свободой, понятно, да, теперь, это у нас был такой, очень такой принципиально важный отрывок, который глава Беолодка на третий день читается, про жертву Песах, Песах первый, который именно во время производится, и вторая возможность, всегда есть вторая возможность, всегда, пока ты жив, у тебя всегда есть возможность сделать прыжок ко Всевышнему, вырваться из материальности в духовность, вырваться, сделать вот этот вот прорыв, который все равно нас когда-то ждет. Мы все когда-нибудь выйдем из этого мира, и куда мы выйдем? В духовность. или ну те которые не верят что вы до духовности не в никуда вы и туда то есть их жизнь они как бы себе заранее ты во что веришь я верю что я обезьяна ты во что веришь я инфузория а ты во что веришь а я верю что вообще все закончится откуда ты знаешь не я не знаю я верю а что мне верить во что что вечная душа что я пойду еще у меня вечная жизнь будет что я попаду не 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 это вера вообще такая это глупо глупости это в это верят ограниченные люди а я человек не ограниченный я широким кругозором так я значит заставлю себе границу мадилой все я значит такой умный что я себя ограничиваю мадилой все из инфузории пришел в инфузоре уйду все и это называется широта мышления но смешно хорошо друзья всегда есть второй шаг всегда есть второй шаг второй шанс и бог ждет что человек проснется пробудиться и поймет что суть человека это его божественная душа и в этой жизни надо чем заниматься нужно заниматься совершенствованием своей души делать добро любить выполнять божественные заповеди которые все построены на добре на любви на помощи и если бы люди это поняли осознали то мы уже сегодня жили бы все в раю но из-за того что люди именно они идут против всевышнего и против его заповеди то все эти войны разборки все это это все это все анти божественные и религиозные люди делают которые которые все войны это личные личные амбиции сегодня это личные какие-то знаете ну жуть какие люди вообще эти все я просто очень и очень не понимаю как восхищаются этими людьми как наполеон там или александр македонский убийцы маньяки вообще сумасшедшие хорошо мишлей царь соломон мудрейший из людей смотрите видите мишлей притча царя соломона значит притча царя соломона и сегодня 30 глава потому что сегодня 30 число 30 главе рассказывается очень тоже очень много царь соломон это не глава глава то есть у него нет такого повествования у него идут в притчах идут иногда это один отрывок уже законченная законченная какой-то модель которую он хочет передать божественную мудрость через какой-то понятный образ человеку и это иногда бывает достаточно один отрывок одна модель иногда несколько вот сегодня я хочу чтобы мы остановились на седьмом отрывке и на восьмом и на девятом и на девятом седьмой восьмой девятый отрывок 30 главы это тоже для меня вот есть отрывки в мишле которые я повторяю практически каждый день я сделал вот эти модели мышления царя соломона который он хотел передать божественную мудрость я это сделал своими моделями мышления и это как раз одна из моделей которая я вам очень советую значит к ней призадуматься и не просто ее услышать и понять а если она вам понравится то ее запомнить и сделать на автомате своей модели мышления седьмой отрывок он сказал так это его молитва всевышнему он говорит две вещи я прошу от тебя это он к богу обращается две вещи я прошу от тебя и не отказывай мне он говорит прошу тебя не отказывай мне перед смертью чтобы я успел их эти две вещи получить первая вещь восьмой отрывок идет дальше шав удвар казав архек мемени пустое и казав значит шав это пустое сейчас я объясню что имеется ввиду шаву двар казав архек мемени пустое и казав это лживая переводят но это не совсем лживое сейчас мы узнаем пустое и лживое отдали от меня чтобы я не занимался пустотой и обманом чтобы я все вот эти вот иллюзии которые вокруг меня чтобы архек мемени отдали от меня что бы это все меня не касалось Значит В девятом отрывке он объясняет, почему он не хочет быть богатым и бедным Может быть я присыщусь, я буду присыщенный, буду богатый, когда он присыщается В эти хашки, и я тогда буду отрицать тебя и скажу, кто такой бог, кто такой бог Я сам все сделал, вот я сам себя обеспечил, все мое, все я Если я буду богатым, мне может прийти такая мысль в голову Упен и вареш, а если я обеднею в эгонавте и вынужден буду украсть в этофасте шемелукай И где-то я обману и поклянусь может быть даже То есть я тоже этого не хочу, так он объяснил Теперь давайте разберемся, что он имел ввиду под словами Шав, Удвар Казав, Аркек Мемени Шав это пустое Вот например, я вам сейчас скажу Я вам скажу Значит, а я знаю Значит, я знаю, кто Там Что же мне пустое вам сказать такое Я скажу Я знаю, что Нетаньяу скажет завтра Пустое Никто не знает, что он скажет завтра, включая самого Нетаньяу Это значит, обман сразу, можно сказать Когда человек говорит, я знаю то, что будет Это обман Никто не знает то, что будет И даже, даже Значит Давайте так Если человек говорит, я Завтра будет хорошая погода Что это? Это пустое Почему? Потому что хорошее Это вообще непонятное слово Для Будет солнце Для кого-то это хорошо Для кого-то это плохо Будет дождь Для кого-то хорошо Для кого-то это плохо То есть, когда человек говорит, будет хорошая погода И он утверждает Что Что-то Это уже пустое То есть 99% информации Которой обмениваются люди Особенно через СМИ Это пустое Теперь, что такое лживое Лживое это когда Когда человек Говорит Я надеюсь, что завтра будет Казава Это Я надеюсь, что завтра будет 30 градусов Теперь, если он сейчас это говорит То он не врет Он надеется, что завтра будет 30 градусов Это уже не пустое Пустое Это сказать Завтра будет 30 градусов Это пустое Ты не знаешь А вот сказать Я надеюсь, что завтра будет 30 градусов Он не обманул Он сказал правду Потому что он надеется До того момента Пока не наступит завтра И мы не измерим температуру Это является предположением Которая может быть Оказаться лживым Может оказаться правдивым Царь Соломон Он говорил Я хочу видеть истину Я хочу видеть реальность Я хочу видеть объективную реальность Отдали от меня Все пустое и лживое Чтобы я сразу же У меня был внутри Вот такой вот фильтр Чтобы я понимал Что вот это пустое Вот это пустое Вот это пустое Вот это лживое Вот это пустое. Чтобы я не был в сетях вот этих вот, ну разных-разных там измышлений, интерпретаций других людей. Теперь, что здесь очень интересная такая деталь есть, да? Раши, такой был великий мудрец, он объясняет, что бедность и богатство и законный хлеб, это тоже относится к информации. Он говорит, когда он говорит про бедность и богатство, он говорит о том, чтобы не быть слишком умным и слишком глупым. Есть люди, у которых мало информации, и они слишком бедные. И есть люди, которые у них слишком, они такие умные, шибко умные, да? У них они запутались уже в своих там этих комбинациях и в своем уме. Он говорит, я хочу знать законы хлеба, то, что бог от меня хочет и что бог хочет, чтобы я знал, вот я хочу это знать. Мне в этом мире ничего другого не надо, просто соединиться со Всевышним. Все. Зачем мне что-то другое? Если я соединился со Всевышним, это высшее, что есть в этом мире. А как с ним соединиться? Через изучение Торы. Все очень просто, понятно. Теперь получается, что если мы это рассмотрим с точки зрения финансовой, действительно тоже хорошо, не надо быть слишком богатым. Очень много проблем с детьми, с деньгами, с налоговыми, с бандитами. Все тебя хотят что-то тебе продать. Нету никаких у тебя честных отношений, потому что каждый человек, который с тобой соприкасается, он что-то хочет с тебя получить. Это следствие богатства. Следствие бедности. Тоже ты все время вынужден что-то делать, то, что ты не хочешь делать. Ну, то есть, понятное дело, что быть бедным тоже очень-очень плохо. И трефей не лайком хути. Зарабатывать честные, законные деньги, при этом не быть в сетях, в петле у этих вот маркетологов, которые постоянно тебя выжимают. У тебя есть же уже телефон. У тебя есть хороший телефон. Он фотографирует так, как 10 лет назад самые дорогие фотокамеры и кинокамеры не фотографировали. Тебе не нужен через полгода новый. Ну, маркетологи говорят, нужен, иначе ты вошел. То есть, они прям сидят и думают, как же тебя зацепить, чтобы ты покупал те вещи, которые тебе не нужны. То есть, вот это вот то, что сегодня мы можем выучить из этой молитвы царя Соломона. Пустое и лживое отдали от меня. Бедность и богатство не давая мне. Накорми меня законным хлебом. Законный хлеб – это фактическая, правдивая информация. Законный хлеб – это заработанные честно деньги в количестве. Ученые посчитали, до 10 тысяч долларов растет счастье у денег. После 10 тысяч долларов растут проблемы, а денег счастье перестает расти. Значит, вот накорми меня законным хлебом. И, значит, все это то, о чем просил мудрейший из людей у Бога все дни жизни своей. Он говорил, просил у Бога в молитвах эту просьбу. Все, дорогие друзья, чтобы было у нас у всех, значит, что вам пожелаю. То, что царь Соломон просил, чтобы пустое и лживое пусть от вас отдалится. Бедность и богатство, чтобы у вас не было. А чтобы был у вас законный хлеб, который вам приносил много радости. Вам, вашим семьям, чтобы было хорошее здоровье, спокойное на душе. Хорошее, прекрасное отношение с добрыми, хорошими людьми. И, чтобы вы нашли свое любимое дело, занимались им, чтобы вы занимались собой, здоровья, близкими своими семьями и жили по Торе. Потому что Тора дает нам полностью все-все-все модели, как правильно это делать. До завтра, с Божьей помощью, встречаемся в 10 утра. И поделитесь, пожалуйста, этим уроком, если он вам понравился, со всеми своими знакомыми. Подпишитесь на все наши каналы ВАИКРА. Мы серьезно настроены распространять знания о Всевышнем максимально мощно и сильно. Все, спасибо вам. Максим, пожалуйста, пришли мне в Телеграм свой вывод по уроку. Я сейчас прямо этот урок разошлю тоже всем с твоим выводом. Очень у тебя всегда такие структурированные, хорошие выводы по уроку. Я вам советую сделать то же самое, что делает Максим Перенчук. Как только я сейчас остановлюсь, сядьте и сделайте свой личный вывод. Что вы важного, интересного узнали, выучили. И вот это повторите, повторите, повторите. Запомните сегодня, завтра, послезавтра три каких-то идеи с каждого урока, чтобы вы не просто узнали, вау, интересно, а чтобы вы эти идеи, как семена, посадили в свой интеллект. И они дадут вам тогда плоды вечность. Вечность они дадут вам. Все, удачи, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok